Итак, друзья, хочу поздравить всех новичков, которые присоединились к нам. Последнее время такой прям большой-большой поток людей. Всем интересен The Alive, это здорово. И сегодняшний наш вебинар будет проходить в таком формате. Где-то около часа я постараюсь уложиться. Где-то около часа мы будем общаться, планировать, мы будем разбирать основные шаги, первые шаги, которые нужно в нашем бизнесе, скажем так, пройти. Поэтому давайте договоримся, чтобы все мы были активные, чтобы у нас был такой интерактив. Хорошо? Сейчас я переключу вид. Вот такой. Поэтому задавайте вопросы. И хочу попросить вас, чтобы вы взяли с собой листики, может быть, записные книжки, ручки, потому что мы будем некоторые пункты записывать. Очень много людей, которые приходят в Дуалайф, в принципе, неважно, чем бы вы ни занимались, очень многие не ставят цели. И получается вот такая вот картинка. Когда вы не знаете вашу цель, вы можете стрелять мимо мишени. И я думаю, что все вы прекрасно понимаете, что планирование очень важно. И наш стартовый тренинг, он о планировании в общем. И в принципе, что планировать? Квалификация, оборот, профессиональные навыки, доход, мероприятие, количество людей, которые у вас будут на мероприятиях. Это все нужно планировать заранее. Если вы этого не делаете, ну, скорее всего, вы вот похожи на этого человечка, который стреляет, не знает, куда стреляет. Основные ошибки людей. Самая большая ошибка – это люди просто не планируют. И таких 90% людей. Поставьте в чат минус, если у вас нет цели и нет плана. Сегодня мы говорим о Dual Life, поэтому, если у вас есть цели, как провести отпуск, это классно, но я имею в виду вот по поводу Dual Life. Поставьте минус в чат, если у вас нет планов и целей, записанных на бумаге. Это очень важно. Может быть, у вас есть какое-то приложение в смартфоне, вы туда пишите цели, окей. Сейчас есть их очень множество, там разные. Но самое главное, что если у вас их нет, ставьте минус. Не стесняйтесь никого, это все окей, все мы люди. Очень часто люди просто не знают, как цели ставить. Может быть, они знают, но они сомневаются в том, что это работает. Иногда люди ставят просто нереально большие цели. Это легко проверяется. Вы просто можете, скажем так, себя проверить. Зарабатывали вы, допустим, такие деньги когда-либо в жизни, но, допустим, человек хочет зарабатывать 100 тысяч гривен, но он никогда в жизни не зарабатывал даже 50 тысяч. То есть, скорее всего, это не очень реалистичная цель, если она поставлена в течение ближайших полугода. Если мы говорим о долгосрочных целях на 5 лет, это нормально. Я считаю, что к этому можно стремиться. Поэтому очень большие цели и также очень маленькие цели. Иногда люди ставят цели, которые их не мотивируют. Если они слишком маленькие, ну, как правило, они их не мотивируют, и люди забывают о них очень быстро. С целями как-то еще более-менее понятно, а вот с конкретным планом действий ежедневных вот сегодня мы поговорим. Поэтому это очень важно. И сегодня я хочу, чтобы у вас по истечению этого мероприятия был ежедневный, в котором вы запишите себе конкретный план ежедневных действий. И последняя ошибка. Да, есть план, есть цели, но нет действий. Но тут нужно работать как раз над мотивацией, потому что мотивация – это 95% вашего успеха. Есть несколько категорий людей. Есть одни люди, которые вот прям все знают. Они умные, но у них не хватает мотивации. Они постоянно обучаются, они ходят на разные тренинги, они ищут в интернете, они покупают курсы, но они не действуют. Есть другая категория людей, которые абсолютно ничего не делают, не обучаются, вернее, но они постоянно что-то делают. Они кучу ошибок совершают, но если они не сдаются, то, как правило, такие люди достигают успеха. Да, они потом делают выводы определенные, они так учатся, поэтому лучше быть во второй категории людей, чем в первой. Но в идеале, как и всегда, средина где-то, ну вот вся истина посредине. Поэтому сегодня мы будем и планировать, и я надеюсь, что завтра уже будем действовать. Вот самая большая ошибка – это делать то же самое, но надеяться на другой результат. Это сказал Эйнштейн, и много раз его все цитируют, и в наших презентациях очень часто. Но очень часто люди, они почему-то надеются, вот прошлый месяц, допустим, прошел, человек там не сделал никакую работу, и он надеется, что в следующем месяце будет другой результат. Но это глупо, да? То же самое касается, в принципе, любой деятельности – и здоровья, и физической формы, и бизнеса, и так далее. Что, допустим, я предлагаю? Все мы абсолютно разные. У каждого из нас абсолютно разный начальный какой-то этап, такая ступенечка, с которой мы начинаем этот бизнес. У кого-то, может быть, есть прокачанный какой-то ресурс, допустим, Инстаграм или Ютуб-канал. У кого-то этого нет, и он, в принципе, там даже не зарегистрирован, но он, допустим, там руководитель в каком-то своем окружении, он является авторитетом. Может быть, кто-то есть предприниматель. И всех усреднить, но очень тяжело, да? Поэтому я буду вам рассказывать такую базовую-базовую версию, и понятно, что все индивидуально. Я бы хотел, чтобы вы со своим наставником, со своим вышестоящим спонсором все это обсудили, и было бы правильно, если бы по итогу вы каждый спланировал себе ближайший месяц и ближайший год, или хотя бы полгода, и связался со своим наставником, и обсудил полностью вот эти все нюансы, которые вы записали. Поэтому еще раз говорю, что я даю такие усредненные цифры, усредненный какой-то план. Итак, выключим звук Виктории. Итак, наша карьерная лестница. Видите ее, да? У вас есть на экране она. Поставьте плюсики, если вам ее видно. И эту карьерную лестницу, конечно, многие останавливаются на каком-то этапе, но я вам показал вот такую вот стрелочку. Это региональный менеджер. Показывает опыт, это цель, которая, в принципе, многих людей мотивирует. Да, то есть, как правило, от сети вы уже зарабатываете там, ну, около полторы тысячи долларов, да? То есть у вас есть, ну, гарантированно, у вас есть автобонус. Да, вот сейчас в Украине вы просто можете получать деньгами, вот, но впоследствии сможете взять автомобиль. У вас есть путешествие от компании. То есть путешествие, это тоже, мне кажется, это очень приятно. Вот так вот лучше будет. Мы были в круизе, здесь вот есть Гриша, есть Вика. Очень классно, когда ты можешь абсолютно бесплатно за счет компании, ну, так круто отдохнуть, правильно? Поэтому я считаю, что одно путешествие в году, это, конечно, мало, но, как минимум, такой вот уровень вам это дает. Да, если вы директор, то у вас уже два путешествия от компании. Но если вы зарабатываете хорошие деньги, вы можете сами себя спланировать. И я надеюсь, что этот наш коронавирус все-таки скоро закончится, и мы сможем все здорово отдохнуть. Очень много людей, ну, у них как бы нет картинки, потому что они по каким-то причинам не владеют информацией. Кто-то там не ходит на вебинары, кто-то не смотрит в чатах информацию, кто-то мало общается со своими наставниками. Поэтому у них есть сомнения, работает ли софт-маркетинг, есть ли какие-то результаты. Они не видят новых уровней, новых признаний, да, когда человек приезжает на событие какое-то или там на вебинар приходит, то он видит, да, других людей, это какое-то социальное подтверждение. Вот я вам хочу показать цифры, да, многие из вас эти цифры знают, да, что за последние несколько лет очень сильно компания выросла. Более 300 человек вышли на позиции региональный менеджер и выше, да. Вот как раз та позиция, о которой я сейчас говорю, да, то есть это те люди, которые зарабатывают полторы тысячи долларов, имеют путешествие от компании, автобонус, кто-то из них ездит на машине, кто-то получает автобонус с деньгами. Таких более 300 человек. Учитывая, что наша компания очень молодая и, скажем так, только начинает развиваться, учитывая то, что в нашей стране только мы начали, я не побоюсь этого слова, потому что вот только с весны у нас появилась официально украинская компания Dual Life Украина, и у нас как бы все процессы наладились, да. До этого мы, конечно, пробовали, у нас было много разных вариантов. У нас был и шоу-рум в Днепре, доставка была с Польши. Сын пришел мне помогать. Сынок, а пойди, пожалуйста, к маме, хорошо? Хорошо. Спасибо, сынок. Вот, поэтому мы только начинаем. 350 автомобилей уже выдано, катается, и эта цифра, на самом деле, я уверен, что они уже обновились, их уже намного больше, и автомобили таких квалификаций, и когда мы были в круизе, это было, вот Гриша не даст соврать, это было, Гриш, не помню сколько, 450 человек, по-моему, да, было в круизе. Ну, то есть, большое количество людей, и тут вопрос в том, что работаете ли вы, потому что, смотрите, есть одна и та же компания, один и тот же продукт, один и тот же маркетинг-план, то есть, условия абсолютно одинаковые, но есть люди, которые растут по каким-то причинам, есть люди, которые не растут тоже по каким-то причинам, поэтому первое я хочу, чтобы вы себе записали, да, вот сегодня вы можете записать себе стартовый тренинг, поставить дату, и первое, что я хочу, чтобы вы записали, что вы являетесь полностью ответственным за ваш успех или неуспех. Ни компания, ни наставник ваш, ни партнеры ваши, которые по каким-то причинам не ходят на вебинары, по каким-то причинам они там не делают заказы, или что-то еще, есть очень много разных причин, то есть, человек при желании может найти кучу причин, кучу отмазок, почему этот бизнес у него не работает. Поэтому напишите, что вы являетесь полностью на 100% ответственны за свой результат в бизнесе, за свой успех или за свой неуспех. И это прямо очень важно. Спасибо, я вижу, тут есть комментарии. 100%, да, так это и есть. План на месяц. Итак, я вам сейчас показал о, ну, скажем так, более таком глобальном планировании, да, о том, что вы должны сесть. Если вы с семьей сядете, это тоже здорово. Иногда кто-то любит посидеть там со своей супругой за бокалом вина, поговорить о будущем, о том, к чему я иду. Очень просто, да, посмотрите, что поменялось у вас за последние 3-5 лет. И, скорее всего, если вы ничего не будете менять, вот, собственно, через 3-5 лет будет то же самое. Единственное, что вы немножко постареете. Это правда. Поэтому очень важно сесть и глобально посмотреть на свою жизнь, да, и записать себе какие-то такие серьезные глобальные цели. Потом эти цели, конечно, разбиваются на более мелкие. То есть, вот, я вам предложил регионального менеджера себе записать как цель, да, то есть, я считаю, что это хорошая цель на год. Для людей, которые, допустим, ну, не имеют какого-то опыта, у них есть основная работа, да, то есть, параллельно они могут это сделать за год. Вот, кто-то может быстрее сделать, кто-то может дольше. У каждого свой темп, это нормально абсолютно. Но все же это хорошая такая отправная точка, чтобы за год иметь вот такой вот дополнительный себе источник доходов создать. Поэтому хочу, чтобы вы написали себе. Сейчас каждый из себя выберете, да, то есть, первое, вы записали, что вы 100% ответственны. Второе, запишите цель на год. Кто-то хочет на полгода, там, до конца года, да, можете написать, как это делается. Вы пишете, я Сергей, я Мартанец Сергей, это я про себя так пишу, да, зарабатываю с бизнеса до лайф 30 тысяч гривен. На самом деле, на оригинальном менеджере больше выйдет. Ну, 30 это вот по структуре карьеры. У вас еще там будут другие бонусы. Ну, пусть будет 30, мы его преуменьшим. То есть, я Мартанец Сергей, зарабатываю 30 тысяч гривен с бизнеса до лайф. В декабре 2020 года, то есть, к концу года, да, допустим. Или там через год, вы посчитайте. Если вы хотите через год, вы можете, там, по итогам мая 2021 года. Вы можете поставить другую цифру. Вы можете, если вас не мотивирует, допустим, эта цифра, поставьте сеньор-менеджер, да, то есть, поставьте 55 тысяч гривен, да. Или же более мелкую, если вы сомневаетесь, да, поставьте меньше цель. Но тут главное, чтобы это была ваша цель. Я вам показал, что вам даст квалификация регионального менеджера, вы можете выбрать другую. То есть, вы записываете, я Мартанец Сергей, зарабатываю 30 тысяч гривен в конце 2020 года, в декабре, в бизнесе до лайф. Что для этого я должен сделать? И вот тут вот внизу вы пишете, да, для этого мне нужно сделать квалификацию региональный менеджер. Вы можете условно писать, я региональный менеджер, да. Товарооборот 50 тысяч баллов. И не надо. Мы его сколько не поливали, так и нормально. Ага. Да. Выключи звук. Доход такой-то. Товарооборот такой-то. 50 тысяч баллов, да, товарооборот. В команде у вас более 100 человек. Опять же, тут большую роль зависит ваша динамика. Если вы это сделаете быстро, возможно, вам 100 человек будет достаточно, чтобы иметь такую квалификацию. Если вы это будете тянуть там на несколько лет, то вам, скорее всего, нужно будет в три раза больше людей. Поэтому тут все очень относительно, и все зависит от активности вас как лидера и ваших людей. Вот. Но я вам хочу сказать, что это все условно. И такие статистические данные, да. Поэтому важно, чтобы вы просто для себя спланировали. Так. Есть. Я надеюсь, что у вас это записано. Сегодня мы работаем, да. Поэтому если кто-то просто сидит и слушает, скорее всего, мало будет пользы от этого. То есть задача моя, чтобы ваш мозг включился, и вы сами себе спланировали вашу же работу. Потому что это ваша жизнь, это ваша зона ответственности. И вы пришли в DoLife, наверное, для того, чтобы улучшить что-то правильно в своей жизни. Поэтому DoLife – это классный инструмент. И сегодня моя задача не рассказывать, какой это классный инструмент, да. То есть это мы на презентациях рассказываем. Кто не видел презентацию, есть куча записей, вы можете посмотреть, да. Итак, вы это записали. Теперь что мы планируем, да. Планируем месяц. У нас 15-го числа закончился прошлый период, и вот 16-го числа начался следующий период. И у нас месяц с 16-го по 15-го, да, немножко сдвинулся, кто не знает, он называется РП, это расчетный период. И я вам чуть позже покажу даже планировщик. Мы его специально сделали, чтобы человек мог планировать себе с 16-го числа по 15-го, то есть месяц, но только вот со средины. Это на самом деле очень удобно, потому что нам приходят бонусы в конце месяца, да, обычно 30-му числу. Мы 1-го числа делаем заказы, свою личную активность. И это тоже нужно планировать. Все нужно планировать. Поэтому планируем ближайший месяц, и нужно планировать ступени в карьерном плане, да. Вот я могу вам еще раз открыть нашу карьерную лестницу и спланируйте, да, поставьте себе галочку, что вы хотите по итогу вот этого расчетного периода, по итогу этого месяца нашего доу-лайфовского. Какой результат? Если вы только начинаете, то нормальным будет цель, если вы поставите, допустим, джуниор-тим-лидер, если вы планируете работать, если вы, ну, скажем так, хотите попробовать, поставьте цель групп лидер, да, лидер группы, да, это три человека в вашей первой линии, то есть вы лично зарегистрироваете троих людей. Это на самом деле работа, ее нужно сделать, и не каждый ее делать в первый месяц, но если вы это сделаете, вы получите определенный бонус, да, я чуть позже о нем скажу. Он называется золотой лидер группы. Вот если вы поставите себе джуниор-тим-лидер, вот вы видели, может быть, кто-то сегодня в чате у нас девушка сделала первую-вторую квалификацию буквально за первый месяц, и это многие так делают, это возможно, поэтому ставьте себе такие цели, немножко более амбициозные. Даже если не получится, ничего страшного, вы сделаете, ну, как минимум, за дел на следующий месяц, у вас уже будет команда в команде людей. Если у вас есть какая-то квалификация, то есть вы, допустим, сейчас тим-лидер, ну, как минимум, поставьте цель следующую квалификацию достичь. Может быть, через одну, если вы активно планируете. Да, вот здесь Виктория пишет, 8 тысяч за 30 дней. Да, я вам сейчас об этом расскажу. Опять же, я все устретняю. Если здесь есть человек, который только стартует, и у него, допустим, определенные есть амбиции, может, у него есть опыт в сетевом маркетинге, да, может, опыт в каком-то бизнесе, в каких-то продажах, есть очень классный план для таких людей, да, то есть за два месяца сделать экзекьютив-лидер, и вы, в общем, заработаете около 2000 долларов, да. Я считаю, это очень хорошо за два месяца заработать 2000 долларов, да, но самое главное, что дальше, дальше будет больше, да, потому что вы, правильный пример подадите своей команде, у вас будет классная динамика, а эта динамика играет огромную колоссальную роль. То есть у вас уже записана ваша цель, над которой вы поработаете еще дома, но на год записана цель, да. Теперь ваша задача записать себе цель на месяц. Если вы себе записали, допустим, там, лидер группы, отлично, ваша задача эту цель сделать, да, и мы, как наставники, помощники в этом деле заинтересованы, поэтому ваша задача будет это все дело, ну, скажем так, обсудить с вашим активным спонсором, активным наставником. Следующее, что нужно планировать, личный оборот. Мы, конечно, большинство людей делает 500 баллов по определенным причинам, да, то есть как минимум это выгодно, кто считает свои деньги, понимает, да, что 500 баллов, во-первых, в Украине это бесплатная доставка, во-вторых, 2 упаковки завтрака в Big Ranch в подарок, в-третьих, вы участвуете в программе лояльности, получаете каждый месяц бутылку продукта «Моя кровь», плюс на каждый четвертый месяц у вас есть день-ночь в подарок. Да, день-ночь на минуточку 100 баксов стоит в рознице. Кто умеет считать деньги, сразу понимает, что выгоднее делать 500 баллов. Но если по каким-то причинам вы не можете сделать 500 баллов, окей, это суперцель, только 500 баллов, если мы хотим зарабатывать в этом бизнесе. Да, да, все верно, только 500 баллов. Если вы хотите меньше, ну, скорее всего, вы со временем поймете, что это вас немножко от цели, ну, удаляет. Поэтому 500 баллов – это очень важно. Запишите себе, ну, ваше задание, да, какие продукты вы хотите заказать. Посмотрите к себе в холодильник, посмотрите, какие продукты у вас есть на полке. Если вы, допустим, уже давно в Дуалайфе, какие продукты вы хотите заказать. Возможно, это время, до первого числа у вас есть время, скажем так, собрать какие-то заказы у своих родных, у своих родственников, у своих друзей, да, взять какие-то, может быть, рекомендации, кому-то предложить продукт. То есть вы сами планируете свой личный оборот. Вы начинаете бизнес и вы, ячейка, как бы, вы, грубо говоря, показываете пример своим партнерам. То есть если вы научитесь делать свой личный оборот 500 баллов, мы, допустим, 500 баллов делаем на себя, на свою семью, вообще без проблем, да, но появляются какие-то со временем клиенты, какие-то ваши близкие, которые хотят купить продукт, да, то есть это уже ваша задача обеспечить их этим продуктом, да, сделайте так, чтобы ваши люди знали, что у вас есть бизнес, у вас и в вашем бизнесе есть классный продукт. Я вообще рекомендую всем, кто начинает бизнес, с ваших знакомых делать клиентами, ну, близких, друзей, близких, родственников, мам, пап делать клиентами. Согласитесь, нормально, когда вы начинаете, допустим, открываете кафе, и вы говорите, ребята, ну, своим друзьям, родственникам, ребята, я открыл кафе, приходите ко мне, вы мне очень поможете, если вы у меня будете кушать. Да, если я открыл свою мойку автомобилей, но это логично, чтобы мои друзья, если они действительно друзья, приезжали ко мне, а не куда-то к соседу. То же самое и в нашем бизнесе. Скажите, заявите своим родственникам, братьям, сестрам, мамам, папам, скажите, что, ребята, у меня вот есть классный продукт, вы мне очень поможете, если вы что-то закажете у меня. Поверьте, люди, если вы в нормальных отношениях, они с удовольствием сделают у вас заказы, и это норма. Дальше уже более теплый список, вернее, теплый список, но не настолько горячий, как близкие, вы сможете уже им предложить бизнес и так далее. А эти люди близкие ваши, когда видят результаты по продуктам, многие из вас, многие из них уже заинтересуются бизнесом. Как правило, наши знакомые нас не слышат, потому что они нас знают. Если, допустим, у нас нет опыта в бизнесе, мы никогда не руководили какими-то проектами, и тут мы приходим, говорим, ребята, у меня есть классное бизнес-приложение, скорее всего, они вас не слышат. Для этого вам нужен ваш наставник, третье лицо. Об этом мы сейчас еще тоже поговорим, насколько это важно. Третье лицо, ваш наставник на первом этапе, это ваш основной инструмент. Очень многие люди почему-то не понимают, они думают, ага, я сейчас сам. Но тут как минимум есть несколько причин. Первая причина, почему этого не нужно делать, да? Почему не нужно идти к своим людям и рассказывать самому лично о бизнесе или о продукте Дуалай. Ну, во-первых, ваши люди, даже если вы суперэксперт, вы изучили там уже кучу всяких роликов, посмотрели доктора Кардаша, наши вебинары, но ваши люди слушают вас и понимают, что им нужно делать то же самое. То есть они будут делать то же самое. Серьезно, что выключил микрофон себе, мы тебя не слышим. Я хотел выключить микрофон Татьяне, которая там у нас шумела и выключил себе, оказалось. Часто люди говорят, я не умею, как ты, у меня несколько времени, вот у меня там, я не смогу рассказать, как ты, я не умею продавать. Короче, люди найдут кучу причин. Главное, чтобы не делать. Но если вы пригласили своего, как бы третьего лица, своего наставника, человек подумает, слушай, ну как бы я тоже могу пригласить, а он рассказывает правильно. То есть это простой бизнес. Люди должны понимать, что это просто. Ну и во-вторых, конечно, очень важно, чтобы вы правильную информацию доносили. То есть ваш наставник, как минимум, уже провел не одну презентацию, не одному человеку рассказал об этом, поэтому очень важно, чтобы вы перенимали правильные навыки. Это дубликация называется, да, то есть вы должны дублицировать правильные вещи. Потому что, знаете, вот как это бывает, человек услышал, он кому-то что-то рассказал. У нас часто на тренингах, вот на живых, даже есть такие эксперименты мы проводим, да, испорченный телефон, когда кому-то что-то на ушко рассказываешь и говоришь, покажи. И этот человек пытается показать. И другой человек должен это повторить и передать дальше. И вы знаете, вот уже на четвертый, пятый шаг, это уже настолько смешно, вот так со стороны, когда смотришь. Вы можете даже в интернете посмотреть, какие есть испорченный телефон. То же самое на словах, когда ты говоришь какое-то одно предложение, и человек несколько раз передает, это уже получается абсолютно другое предложение, другой смысл. Поэтому наша задача, чтобы это максимально дублицировалось. Для этого нужна система. Когда есть единая система, очень четко все работает. И поверьте, это очень важно, чтобы мы дублицировали. Поэтому какие продукты вы хотите заказать, это тоже вы должны себе спланировать. И я надеюсь, вы оставите там себе свободное место, где вы записываете, чтобы вы записали, какие продукты вы будете заказывать первого числа. Первого числа мы все делаем заказ. Число новых партнеров, новых приглашенных. Да, я думаю, тут тоже понятно. Если вы делаете акцент, допустим, на лидере группы, вам нужно три человека. То есть три новых партнера вы должны зарегистрировать за этот месяц. Может быть, вам повезло. Может быть, ваш спонсор, не знаю, вам помогает, поставит вам какого-то человека, подарок. То есть вы должны просто молиться на вашего спонсора. Бывает такое. Иногда мы людям просто делаем такие вот прям медвежьи услуги, а потом они, к сожалению, не ценят это. И поэтому тут нужно понимать, кому вы помогаете. Вообще нужно работать с сильными людьми. Это очень важно. Мы в своей природе так устроены, что мы хотим пожалеть. Если человеку что-то не получается, мы в него верим. Это хорошо. Нужно верить. Но работать нужно с сильными. Зачастую сильные люди – это люди, которые по каким-то причинам, может быть, они, ну, не такие прям, с ними не так комфортно. Они лидеры, да. То есть поэтому у них есть свое мнение. Может быть, вам будет действительно не очень комфортно с этим человеком, но это сильный человек. Поэтому изначально, когда у вас небольшая команда, может, вам тяжело выделить сильного человека, но обратите внимание на тех, кто заявляет, что он делает и делает то, что он говорит. То есть если он сегодня на этом вебинаре, если он изучает материалы, если он держит свое слово, проявляет инициативу, это очень важно, потому что здесь у нас как бы мы никто ни на кого не работаем. Мы никого, я, допустим, не могу никого там, допустим, сказать, Гриша, все, ты даже завтра должен сделать 10 звонков и зарегистрировать твоих партнеров. Если ты это не сделаешь, я тебя увольняю или я тебя штрафую. Нет, это так не работает, поэтому очень важно, чтобы вы выделяли таких ключевых людей, которые как раз проявляют инициативу. Если вы планируете, допустим, более высокий уровень, вы должны понимать, что вам нужно больше партнеров, поэтому вам уже нужно с какими-то из этих партнеров уже делать то же самое, что сейчас вот мы делаем, да, то есть запустить их правильный бизнес. И поэтому первые звонки, первые какие-то встречи нужно делать с вашим наставником. Это прям вот архиважно, вот прям сегодня красная линия, это вот по нашему вебинару идет. Не делайте самостоятельных шагов, потому что из этого 99% людей выпадают из бизнеса, да, потому что они делают неправильные вещи. Наш бизнес очень простой, но он не очень легкий, да, поэтому очень важно понимать и делать правильные вещи изначально. Знаете, чтобы это понять, нужно понять одну единственную мысль. Ваш наставник, он заинтересован в вашем успехе иногда даже больше, чем вы сами. Это на самом деле не каждый человек понимает. Но поверьте, если вы будете зарабатывать больше, чем ваш наставник, он будет только рад. Если вы будете более успешны, супер. Я очень рад, что у меня есть группа, допустим, Григория Абаширова, которая самостоятельно развивается. У него есть собственные лидеры, да, у него есть Александр Асачий, Татьяна Грица, это те лидеры, которые у него тоже самостоятельно развиваются. И это круто, да, потому что я понимаю, что мне можно уделить внимание какой-то другой ветке, другой группе, уделить больше времени им. Ну, опять же, это я говорю уже так, более с лидерской квалификацией, но если вы только начинаете, вам нужно планировать первые вот такие вот ступени, то есть первые три человека. Количество ваших людей на событиях. Это тоже очень важно, особенно это важно, когда у вас уже есть какая-то команда, да. Очень часто мы надеемся, мы думаем, мы человека добавили в чат, и он в чате будет читать информацию. Ребят, не будет. Вот поверьте мне, у нас там в чате в вайбере больше, чем 200 человек, но о том, что вот этот наш вебинар сегодня будет, но в лучшем случае прочитала и узнала 50 человек. Большинство людей не заходят, не читают, у них своя жизнь, это нормально абсолютно. Только вовлеченный ключевой человек, он там читает, он участвует полностью, но мы такие, ну обычно мы, знаете, в разные периоды жизни, ну по-разному относимся. Если сейчас человек ключевой, то через неделю, через месяц он уже может выпасть, да, на какое-то время выпасть, он уже не ключевой. Поэтому ваша задача позвонить своему партнеру, как минимум написать или прислать ему голосовое сообщение в месседжер, где вы общаетесь, о том, что сегодня вечером у нас важный вебинар. Поэтому, пожалуйста, вот тебе ссылочка, зайди и послушай, это будет у тебя очень полезно. Ну и дождитесь обратную связь. Вообще хорошо работает, когда вы с человеком договариваетесь на берегу, да, о вашей коммуникациях. Если человек у вас стартует, вы как бы с ним договариваетесь. Давай сделаем так. Ты можешь сам этот бизнес развивать, окей. Но если у тебя не получится, я готов тебе помочь. Ты как выбираешь, сам или со мной? Большинство людей скажет, я хочу с тобой. И тогда вы договариваетесь. Давай сделаем так. Ты посещаешь все события, все вебинары, которые мы проводим. Я надеюсь, у нас скоро будут живые события. Прям очень соскучились. Вот второе. Ты делаешь личные заказы сам. Я не буду тебя мотивировать и просить. Да, это твой бизнес. Ты берешь на себя полностью всю ответственность. И все равно после этого многие люди через какое-то время выпадают, поэтому вам нужно коммуницировать. И очень важный вопрос, который вам рекомендую задать всем своим новичкам. Если ты по каким-то причинам выпадешь, что мне делать? Оставить тебя в покое с твоими сомнениями? Или же набрать тебя и напомнить о твоих целях, о твоих каких-то планах и мечтах? Большинство людей скажет, позвони и напомни. И ключевое, вот прям зафиксируйте, когда вы звоните такому человеку, который выпал. Вы держите свое слово. Вы не навязываетесь. Вы не думаете, что там сейчас человек плохой вам скажет. Вы звоните и говорите. Я тебе звоню, потому что мы договаривались с тобой, что если я буду видеть по всем критериям, что ты выпадаешь, я должен тебя набрать. Вот, собственно, я выполняю свое слово. Точно так же, если у вас человек, допустим, хочет похудеть или хочет свое здоровье улучшить, точно так же вы с ним договариваетесь. Давай сделаем так. Курс кератина. Ты хочешь улучшить свои волосы, допустим, девочка. Давай сделаем так. Ты должна три месяца пропить кератин. На следующий месяц, если вдруг я тебя напомню. Окей, окей. Если человек, ты видишь, он не сделал заказ, ты ему напоминаешь без всяких выгрузений совести. Ты говоришь, слушай, мы с тобой договорились. Я напоминаю, я держу свое слово. То есть это нормально, на берегу договариваться. Так, поехали дальше. Какие, в принципе, действия, какой план работы, какие должны быть шаги. То есть первый человек регистрируется, пользуется продуктом. Ему выгодно, он имеет все скидки, бонусы, лояльность и так далее. Второе. Его задача на следующем этапе, когда он это сделал, заинтересовать троих людей с помощью оплайн. Оплайн – это ваша верхняя линия, то есть ваши верхние спонсоры. То есть если вы уже это сделали, вы уже начинаете зарабатывать. У вас уже есть бонусы в компании, у вас уже появляется такая небольшая команда потребителей. Среди этих людей, как правило, находится кто-то, кто заинтересуется бизнесом. Может кто-то увидит результат по продукту, ваша задача быть постоянно на связи. Но большая ошибка. Многие люди думают, что я вот про их зарегистрирую вот так вот сяду, и они там будут работать. Нет, ребят, если вы хотите достичь успеха, троих недостаточно. И вот такая суровая правда, что дублицируется не все прям вот четко. Поэтому ваша задача научиться привлекать сюда новых людей. Только новая кровь даст вам результат. Да, может какая-то стабильность будет с этими людьми, но только новые люди, новые люди дадут вам рост. Поэтому очень важно, чтобы вы не останавливаясь, а продолжали и шли дальше. Поэтому если вы действуете, если вы работаете со своими людьми, то есть вы, скажем так, строите такое сообщество и команду свою, небольшую сначала, а потом она будет больше, то ваши результаты будут расти, и вы начнете помогать уже этим людям, и ваша задача будет уже стать наставником для своих партнеров. Вот в принципе вот так работает наш бизнес. Наша задача помочь людям, помочь людям преуспеть, и таким образом мы достигаем как раз этого нашего результата. Итак, я вам говорил, первая задача, если вы новичок, сделать золотого лидера группы. Это когда вы за первые 30 дней с момента регистрации делаете вот такие вот три подключения. Очень важный момент, у вас должно быть 500 пунктов. Поэтому если вы стартовали по каким-то причинам на меньшее количество пунктов, ваша задача, чтобы в этом месяце вы сделали до заказа, чтобы у вас было 500 пунктов. Второе, ваша задача подключить троих людей тоже по 500 пунктов. Вы можете подключить не троих, допустим, по 500, а можете подключить по 250. Вы можете подключить не 6 по 250, допустим, а 15 по 100. Ребят, на самом деле подключить одного человека, это определенная работа и время, и ресурсы. Поэтому я думаю, тут уже каждый понимает, почему выгодно все-таки стартовать на 500 баллов и подключать на 500. Потому что вы можете сделать огромную работу, подключить 15 человек, но они подключатся по 100 баллов. И это как бы не очень выгодно. Поэтому делайте правильные шаги в самом начале, сами стартуйте. Потому что вы стартуете один раз, но вашу историю старта, вашу историю успеха вы будете показывать, рассказывать людям много-много раз, может быть сотни, может быть даже тысячу раз. Поэтому сделайте так, чтобы ваш старт был правильным. А правильный старт заключается в нескольких моментах. Первое – это количество баллов, очень важно, 500 баллов важно. Второе – это количество действий на старте, которые приведут к определенному результату. Поэтому те люди, которые думают, знаете, вот многие так говорят, я вот сейчас зарегистрировался, жду, пока придет продукт. Окей, подождал. Я вот сейчас пришел продукт, я начал его пить, я жду, пока появится результат. Ребята, он ждет, пока появится результат. Потом через месяц появился результат. Он потом говорит, слушай, ну я сейчас буду обучаться. Он подключает людей, и он потом удивляется, почему они тормозят, извините за выражение. Но очень часто мы людям говорят, слушай, дружище, а ты сколько времени потратишь? Ну ты точно так же. Есть люди, которые год в таком состоянии. И потом что-то щелкает, и они включаются. Но они понимают, что свою историю успеха они уже не могут рассказать вот прям вот как надо. Им приходится рассказывать, что вот когда я принял решение, когда я понял, что я, извините за выражение, протупил, я целый год вот там страдал фигней, я принял решение, обычно решение принимается на каких-то событиях, ну или же когда нас ситуация загоняет в какую-то тяжелую такую обстановку. У кого-то карантин, допустим, кто-то лишился основных доходов и приходится кормить семью. Поэтому у каждого разные ситуации. Но суть в том, что вы историю успеха должны создать. И вначале, вот есть классный пример, ракета тратит 80% топлива, когда взлетает. Поэтому очень важно сделать и правильный, вот прям ключевое. Яна пишет. Я за 4 дня подключила 3 по 500 и больше, чем 500. Но так как кабинет был создан 100 лет назад мамой, то я не голд. Ну вот вам пример классный. Яна включилась, она сделала работу за 4 дня. И она бы была золотым лидером групп, если бы этот кабинет ее, то есть она была не зарегистрирована год назад. Но есть классная новость, ребят, прям офигенная новость, что все люди, которые не сделали голден групп лидер, они могут сделать следующую квалификацию джуниор тим лидер. Это 4000 баллов. И они точно так же получают этот бонус, о котором я же про него не сказал. Бонус. Когда вы делаете это за 30 дней, вы получаете полтора процента от глобального оборота компании. Ребят, я вот не знаю, где есть такое, честно скажу, кроме как до лайф. Есть такие бонусы, они там по-разному называются в компаниях, когда вы достигаете там каких-то высот. Вы там президент, блю даймонд или кто-то еще. У каждого по-разному это называется. Но когда у вас огромные товарообороты, вот тогда вы участвуете в глобальном обороте компании. А так сейчас, представьте, вы сделали работу не такую большую, как если взять по меркам бизнеса. У вас есть три человека, вы создали небольшой оборот, но вы участвуете в обороте людей, которые не входят в вашу команду. Которые где-то там в Германии или где-то кто-то, не знаю, в Италии или Испании, делают оборот, пьет кератин или оздоравливается с помощью других продуктов, а вы будете получать с него товарооборот. Вот эти полтора процента будут делиться на таких, как вы именно за этот месяц. Это постоянно разная цифра, но это классный бонус. Обычно люди, которые делают, допустим, за месяц эту квалификацию, зарабатывают там 4-5 тысяч гривен. Я считаю, это хороший бонус для начала. То есть, как минимум, вы уходите в безубыточность, вы отбиваете свои деньги вложенные. То есть, купив продукт, вы какие-то деньги вкладываете. Вы свои деньги возвращаете и уже следующий продукт вам практически бесплатно приходят. Поэтому очень важно делать правильные вещи. Вот Яна, допустим, я знаю, да, она подключила трех людей, там 90 евро ей капнуло. Я знаю, что она была очень довольна, но 90 евро – это как бы просто бонусы первые. А потом пришли другие деньги, которые уже, когда период закрылся, я знаю, что там больше, чем где она стояла. Так, ребят, я тут на одном месте что-то застрял. Golden Group Leader. Есть два пути, еще раз хочу, чтобы вы поняли. Первый – это сделать за 30 дней с момента старта три регистрации по 500 баллов и ваши 500. Второй путь – получать бонус такой, да, о котором я говорил, от глобального оборота, это сделать следующую квалификацию 4000 баллов, это называется младший лидер команды. И вы тогда тоже получаете от глобального оборота. И даже если вы на следующий месяц, ну, по каким-то причинам ваш товарооборот будет не 4, а меньше 1000 баллов, да, ну, то есть там опять полторы, то вы все равно будете получать вот этот, вот эти полтора процента глобального оборота. Поэтому кто не успел, не расстраивайтесь, если вы, ну, не успели, да, сделать. У вас есть вот эта вот ступенечка младший лидер команды, поэтому делайте ее, и вы в любое время, хоть там через два года можете сделать это. Ну, два года ждать не надо, конечно. Следующая премия, ребят, вот это вот как раз для людей, которые, ну, амбициозны, которые настроены, да. Первое – за 30 дней, если вы делаете тим-лидера, а тим-лидер, я напомню, это 8000 баллов, да, вы получаете, помимо всех бонусов по маркетинг-плану, вы получаете вот такую вот премию 9195 гривен. Но согласитесь, это классно, потому что люди, которые делают это за месяц, в общем, зарабатывают 20 тысяч гривен где-то, ну, плюс-минус. Там, ну, есть нюансы, смотря сколько, какие у вас будут старты, какие обороты. Вот девочка сделала это, буквально, вот кто был на нашем семинаре онлайн, да, который был в субботу, вот она рассказывала, да, она сделала это за 30 дней, 10 тысяч гривен она заработала сразу же, и премия приходит на следующий месяц. То есть она зарабатывает, в общем, 20 тысяч гривен вот как раз за этот месяц. Это стоит того, чтобы поработать? Я думаю, стоит. Потому что, на самом деле, вот эти деньги, это, ну, это важно, но не настолько важно, как та как раз тот задел и правильная динамика, которую вы даете в свою команду. Поэтому точно стоит. Если вы делаете за 2 месяца, за 60 дней экзекьютив-лидера, да, это 25 тысяч баллов, да, это уже такой серьезный статус, но, ну и премия здесь более серьезная, да, премию вы получаете 18 390 гривен, но в общем, если посчитать, вы за эти 2 месяца зарабатываете около 2 тысяч долларов. Это не все сделают, но есть люди, допустим, которые ну, по каким-то причинам, ну, допустим, ушли там с какой-то компанией сетевой, бывает такое очень часто. У них есть, допустим, там опыт, у них, может быть, есть какие-то их команда, может быть, они не ушли с компанией, может, у них есть какой-то бизнес свой. Бывает такое, что люди абсолютно без опыта это делают. Иногда приходят блогеры, и у них есть огромный поток людей там с YouTube или с Instagram. То есть у каждого из нас есть какие-то свои сильные стороны, поэтому мы за то, чтобы их приумножать. И не нужно заставлять делать человека, допустим, то, что он не хочет делать или не умеет, но у него, допустим, есть какой-то ресурс, глупо его делать, правильно? Поэтому очень важно, очень важно, чтобы вы были, ну, скажем так, со своим наставником на связи, потому что он лучше знает ваш ресурс. Тут также закрадывается такой важный момент о том, что вы можете предложить людям на рынке, да, о том, что вы можете прийти к вашему знакомому сетевику, может быть, у него там сейчас не все так хорошо, как он когда-то, да, хотел. У вас есть классное решение. Точно так же вы можете прийти к какому-то блогеру в Instagram или в YouTube или где-то еще и рассказать, слушай, у тебя есть такой классный ресурс, твоя страничка, в которую ты вкладываешь какие-то ресурсы, деньги, время, усилия. Давай сделаем так, чтобы она тебе приносила еще и доход пассивно. У нас есть технологии, как мы это делаем, да, то есть есть четко пошаговая инструкция, как это можно сделать. Поэтому, ребят, если у вас есть такие люди, ну, такие, знаете, потоковые их называют, у которых есть такие ресурсы с людьми, обязательно обсудите это с вашим наставником, обязательно. Это очень важно, потому что иногда вы просто думаете, что этому человеку не нужно, а потом, когда вы видите, что он уже зарегистрировался кому-то другому, но в этот момент это такой очень неприятный урок. У нас таких уроков было уже достаточно, и это здорово мотивирует. Это, знаете, такая как свечка под одно место. Ты понимаешь, что что сидеть надо делать. Вот, ребят, есть очень классный такой у нас инструмент, это планировщик. Планировщик, он для самоконтроля. Мы его сбрасываем в чат постоянно, очень часто, но я знаю, что многие люди все равно его не скачали. Вот, я вам сброшу. У меня, кстати, классная новость, ребят. На следующей неделе я запускаю очень такой, ну, тот ресурс, который я давно хотел сделать, но никак руки не заходили. Я его готовил. Руслана, я выключу звук. Руслана, будь добра, выключи звук, потому что постоянно что-то там приходит, шорохи какие-то. Все, спасибо. Вот этот ресурс я готовил очень давно. Мне помогали наши лидеры. И мы вместе сделали, ну, как мне кажется, очень простую и доступную систему на базе телеграма. Это будет такой вот телеграм-канал, в котором есть полностью все, что нужно для человека, который стартует и делает. Да, я думаю, вы знаете, что у нас есть вот такой ресурс, как навигатор Doolife. Навигатор. На него можно перейти с официального сайта, с бэк-офиса. Можно так сбить его, да, навигатор. Там пошаговая система. Но, как показал опыт, для многих людей она тяжеловата. Это целая энциклопедия, там столько информации. Для новичков тяжеловато ее освоить. Поэтому мы сделали такое в виде аудио, в виде урока очень коротких и пошагово все рассказали. И очень так без воды для нашего рынка четко работающего. Поэтому, ребят, на следующей неделе этот момент я презентую. И там можно будет скачать все материалы. Но все-таки, что такое планировщик, как это работает? Каждый месяц, начало периода. Вот сейчас у нас, да, по большому счету, начало периода. Вы себе распечатываете вот такой вот планировщик. Вешаете его на холодильник или на какое-то место, чтобы вы его видели. И заполняете. Но когда вы заполнили, желательно с вашим спонсором прислать ему фотографии и сказать, вот это вы должны заявить, да, о том, что вот я себе спланировал, я хочу это сделать. Я бы хотел, чтобы ты мне в этом деле помог или помогла. То есть вы здесь пишете, какую квалификацию, какой личный оборот, какой групповой оборот вы хотите, какое количество встреч вы готовы провести. Сейчас можно уже живые встречи проводить, да, уже как бы наш карантин послаб немного. Конечно, большинство встреч проводится в Zoom или в Instagram или в каком-то месседжере. Ребят, сейчас так удобно. В Instagram можно втроем созвониться. Вика постоянно практикует, да, то есть она набирает своего партнера и кандидата, да, и втроем можно разговаривать. Это настолько удобно с видео, никуда не нужно выходить, не нужно покупать там вам кофе, чай в кафе, нужно тратить время на дорогу. Конечно, может, это не настолько эффективно, вы не сможете показать, дать пощупать бутылку нашу. Кстати, бутылки наши такие классные, они так продают. Большинство людей, которые их видят, они говорят, ой, такие классные бутылки, я так хочу. Вчера на новой почте отправлял несколько товаров. Когда девочка говорит, ой, такие красивые бутылки, ну, я, конечно, протупил, как всегда. Был бы Гриша, он бы точно взял контакт. Я, ну, протупил, бывает такое. Видите, все мы разные, у каждого есть недостатки свои. Вот я протупил, я не взял контакт, хотя надо было. Но я туда еще вернусь, возьму контакт. И потом вы, короче, когда вы заполнили это все, вы спланировали, что вы, допустим, там каждый день пишете там по пять сообщений в Инстаграме, делаете там по пять звонков со своего списка контактов. И каждый день вы отмечаете. Если ноль, ноль. Если сделали там пятерочку поставили или десяточку, у каждого свой план, свой темп. Короче, потом в конце месяца вы, по крайней мере, видите на холодильнике вашу работу, и у вас нет вот этих, знаете, таких ожиданий непонятных. Когда вы сами себя саботируете, вы думаете, я столько работы сделал, что-то со мной не так, вот система не работает, бизнес не работает. Вот вы просто видите и реально понимаете статистику. Если вы понимаете, что вы сделали много работы, но у вас что-то не так с этой статистикой, это повод задуматься, может быть, у вас просто что-то не так с вашей презентацией, может быть, вы слишком много говорите, может быть, вы не то говорите, может, не тем людям вы предлагаете. То есть это момент для того, чтобы подкорректировать, с вашим наставником это обсудить. Вот, поэтому планировщик качайте, пользуйтесь. Это очень классный инструмент. То есть вы должны себе спланировать количество встреч. То есть встречи могут быть какие, да, вы можете говорить даже по телефону. Но есть как бы такие несколько основных моментов. Первый, самая эффективная встреча, конечно, живая. Но если вы не можете по каким-то причинам, ну, понятным, да, маска, карантин, или там в другом городе человек. Следующий, ну, такой уровень, да, он не такой классный, но все равно он рабочий, это вы созваниваетесь с видео. В любом мессенджере практически можно созвониться с видео. То есть вы человеку звоните и говорите, слушай, ты можешь сейчас, мы можем с тобой, или вы пишете ему, мы можем, ты можешь сейчас выйти на связь с видео. Можешь, там, Facebook, допустим. Окей, прямо сейчас, прямо сейчас. Или договоритесь, можем с тобой там 10-15 минут пообщаться вечером в 7 часов. Можем, окей, я тебя наберу. Все, набираете и рассказываете. Не нужно ничего придумывать, не нужно ничего усложнять. Рассказывайте про Дуэллайп, делитесь своим впечатлением. Нужно, конечно, выявить потребность. Если человек, допустим, не готов, у него все хорошо, не нужно ему пихивать бизнес, да, вы можете предложить ему продукт. Вот, о том, как проводить встречи у нас, вот в этой системе, о которой я говорю, у меня прям целый урок. Об этом мы говорили уже неоднократно, и об этом сегодня, к сожалению, времени уже нет, я не буду вам рассказывать. Но если вы будете организовать встречу вашему наставнику, вы четко увидите, как он это делает. Поэтому, если вы новичок, ваша задача организовать две встречи буквально в ближайшие два дня. Две, лучше больше, ну, минимум две встречи, чтобы ваш наставник провел для ваших кандидатов. Вы при этом будете молчать, просто послушать. Ваша задача представить вашего спонсора, только не говорите слово «спонсор». Вы скажете, это мой партнер, с которым мы сейчас начинаем бизнес, про который я с тобой говорил, вот послушай его. Гриша, расскажи, это моя там одногруппница Люся. Все, и молчите. Гриша, всю работу сделать за вас. Так, количество приглашений в день вы планируете, да? То есть, если вы хотите нормальный темп, у вас должно быть около 10 приглашений в день. Лучше больше, но не меньше. 10 приглашений, если вы делаете 10 звонков, это, как правило, эффективнее. Если вы делаете 10 переписок, это менее эффективно. Но, опять же, это эффективно, если у вас правильно оформленная страничка. Кстати, в обучении мы будем, там есть видеоуроки, как оформить страничку в том же Инстаграме, да? Если у вас определенный имидж создан, правильный, да, с позиционированием, все окей, тогда ваши переписки будут для вас работать лучше, чем когда у вас на страничке рецепты и котики какие-то там, я не знаю, с рыбалкой. Ну, вы должны понимать, что такая страничка, ну, скорее всего, не будет для вас работать. Поэтому, если у вас такая страничка, лучше звоните или пишите в месседжер. Как вы планируете пополнять ваш список контактов, да? То есть вы должны понимать, откуда вам брать людей. У каждого, опять же, свои ресурсы, но, как минимум, если каждый откроет телефонную книгу свою, у вас там, ну, точно больше 100 человек. Я уверен, людей, у которых меньше 100, наверное, их нет. У меня, допустим, там почти 5000 человек контактов. Поэтому вот работать, не переработать. Я еще, ну, короче, мне нужно много времени, чтобы этих людей обработать. Поэтому, ребят, как пополнять список? Об этом есть у нас отдельные школы, об этом есть классная школа на навигаторе. Ну, то есть это отдельно, но вы должны понимать, что вы должны создать поток определенных людей. Определенный поток людей. Подходим к концу. Задание. Напишите себе его. Первое. Запишите, почему вам нужен бизнес Диолайф. Вот именно почему Диолайф. Что будет, когда вы там через 5 лет будете вице-президентом или президентом, как Томаш Забавова, да, будете зарабатывать 80 тысяч долларов в месяц. Что вы получите, какой стиль жизни, как вы будете путешествовать, что вы будете кушать, в каких магазинах вы будете покупать вещи. Как вы будете перемещаться по миру, там, летать бизнес-классом и так далее. Как будут жить ваши близкие. Может быть, вы поможете своим родителям. Может быть, детей отдадите куда-то учиться, в престижное какое-то место. То есть, напишите то, что вы вот такой идеальную картину. Я объясню, зачем это нужно. Это нужно для того, чтобы вы, когда у вас будут опускаться руки, когда вам кто-то скажет, ты занимаешься ерундой, или какой-то негатив вы поймаете, чтобы вас не опустились руки, и вас это не выбило с бизнеса, вы просто откроете эту тетрадку и вспомните, да, зачем вам это нужно. И знаете, это просто вы можете перенести на миссию. Ваша миссия, ну, у каждого она своя, понятно, да, но ваша миссия, вот я для себя это так принимаю, моя миссия улучшать стиль жизни людям, да, то есть делать добро для людей. Если человек мне негатив какой-то сказал, ну, наверное, он выплеснул на меня этот негатив, да, ну, наверное, ему легче стало. Окей, главное, что я его не принимаю. То есть, я сделал работу, все, я пошел дальше. Я не обращаю внимания на этот негатив, потому что у меня вот записана моя вот такая вот картина. Это очень важно. Ребят, если вы к этому несерьезно отнесетесь, я очень много лет на этом, ну, скажем так, потерял, потому что несерьезно к этому относился. Поверьте, это крайне важно. Вы должны знать, почему Дуалайф, зачем именно Дуалайф вы выбрали, почему эту компанию, почему вы хотите преуспеть. Так вселенная устроенная, что если вы не знаете, зачем вам это надо, вам, скорее всего, она и не даст. Поэтому важно. Это прям вот архиважно. Второе. Не сейчас пишите, почему Дуалайф. Это ваше задание. Вы сядете там на выходных и подумаете, уделитесь себе, потому что мы иногда уделяем кучу времени каким-то непонятным вещам, но вот себе, своей жизни мы не уделяем. Поэтому ваша задача сесть и подумать и уделить себе хотя бы час времени. И за этот час вы многое сможете сделать. Это планирование, оно на самом деле помогает и потом результат намного лучше. Я думаю, вы многие слышали, читали там кто-то от Брайан Трейси или Бодо Шефера. Многие знают истории, когда люди, которые там, эксперимент этот известный, когда прошло 20 лет, и люди, которые записывали свои цели на бумаге, их было всего лишь 3% таких людей, они стали зарабатывать в 100 раз больше, чем те люди, которые не записывали свои цели на бумаге. Таких очень много есть такой информации, поэтому можете почитать. Второе, напишите список контактов и покажите его наставнику. Вот ваш список, он должен быть большой, но я вам не хочу сейчас вас ориентировать. Напишите там 100, 200, 300. Вот напишите, сколько напишите, но самое главное, выключите фильтр у себя в голове. Не думайте, этот слишком богатый, ему не надо, этот слишком бедный, ему точно не надо, а этот прям там хорошо живет, этот плохо. Ну, короче, выключите фильтр, просто вот напишите. Даже если вы не знаете его номер телефона, просто напишите. Если вы там ему говорите привет, напишите. Есть очень много примеров, когда люди не знали, писали там дама с собачкой или там мужчина с бородой с двумя поделями. И потом этот человек становился, знаете, вот таким пятизвездочным кандидатом, то есть этот человек потом может поменять человеку информацию и он построит большой бизнес. Это вам, ну, скажем так, очень хороший, хороший такой бонус выльется. Это второе задание. Список контактов. Ну, я думаю, что все адекватные и понимают, что список контактов в десять человек это не список контактов. Ну, то есть десять человек это вот раз и за полчаса вы его проработали и может быть никого даже не зацепили, никому даже встречи не провели, если вы делаете все неправильно. Поэтому звонки тоже нужно делать с наставником. В течение двух дней сделайте запланированное количество звонков и приглашений. То есть, если вы звоните, у нас есть шаблон звонков, попросите вашего наставника, он вам сбросит. Опять же, в нашей системе это все есть. Если вы переписываетесь точно так же, сначала покажите, что вы пишете своему наставнику. Это очень важно. У нас есть чаты, у нас есть очень много, ну, скажем так, лидеров. Вам всем, на самом деле, очень круто повезло, потому что есть очень такая большая вертикаль спонсоров, активных спонсоров, которые строят бизнес, которые готовы помочь. Я вам хочу сказать, что у нас есть и в Украине, и в Польше, и в Германии. Короче, есть во многих странах люди, с которыми мы можем сконтактировать и пообщаться. Причем в Украине во многих городах, и в Днепре, и в Киеве. Ну, короче, со спонсорами вам всем повезло, и нам повезло. И пригласите людей, а, ну да, ваша задача сделать за эти два дня звонки, приглашения и организовать две встречи, про которые я уже говорил вашему наставнику. Ваша задача просто послушать, организовать и послушать. И пригласите людей на вебинары. Я думаю, вы уже знаете, кто в теме, что каждый вторник у нас вебинары по продукту от специалистов. У нас выступают разные врачи, у нас был и Узелков, у нас были, Дмитрий Иванов классную тему давал по здоровью. То есть каждый вторник у нас есть вебинар по здоровью, туда нужно приглашать людей. прежде всего этого есть еще вебинары, о которых мы обычно заранее сообщаем в чаты. То есть вебинар какой-то обучающий или какая-то презентация, это все туда нужно приглашать людей. Особенно это важно, если вы человеку дали информацию и он как бы подвис. Да, ни да, ни нет. Но большинство людей они говорят ни да, ни нет. Я подумаю, они говорят. Поэтому, если вы не умеете еще закрыть сделку, если вы по каким-то причинам человек не может принять решение, его нужно пригласить на вебинар. Его в любом случае пригласить на вебинар. В принципе, я думаю, все важно. что успех написано таким оранжевым у меня. Успех определяется не тем, что вы делаете один раз, а то, что вы делаете каждый день. Вот это как раз мотивация вызывает у вас желание это сделать, а дисциплина, что более такое важное на самом деле, позволяет вам не остановиться. Поэтому очень важно, чтобы эти два компонента были у вас. Первая – мотивация начать это делать, а вторая – дисциплина не остановиться, продолжать это делать, даже когда вы в плохом настроении, даже когда вам кто-то что-то сказал плохое или в вас опускаются руки. Вот сделайте еще один звонок, еще одно предложение, еще одно с одним человеком покоммуницируйте. Вот. Не откладывайте составление плана, наш вебинар заканчивается, ваша задача сейчас прям зафиксировать все и записать, спланировать. Поэтому побудьте сами с собой спланируйте, пришлите своему спонсору, своему наставнику фотографию вашего плана, что вы планируете сделать, вашего планировщика, который вы можете скачать. Сейчас я в наши чаты в Телеграме и Вайбере я сброшу этот планировщик еще раз, чтобы вы могли его скачать и заполнить. И давайте сделаем так, чтобы наш вот этот месяц стал, знаете, таким квантовым скачком для нашего роста в доу-лайф. Потому что если не мы, то кто-то другой это сделать, согласитесь. Сейчас очень много людей вовлекаются в доу-лайф. Я думаю, вы все видите. И давайте сделаем так, чтобы ваши знакомые узнали от вас об этом бизнесе. Потому что пройдет время и многие из них будут в доу-лайфе. И будет просто обидно, что не от вас они узнали эту информацию. И знаете, что самое интересное, что иногда люди даже говорят, почему ты мне не рассказал? Ну почему ты мне не рассказал? Оказывается, ты уже давно здесь. я так искал эту возможность. И вот на таком концентрируйтесь. На таких вот моментах, что я тебе даю информацию для того, чтобы ты просто потом не обиделся, что я тебе об этом не сказал. То есть ваша позиция, вы никого не уговариваете, вы никого не просите. У вас ровная осанка, вы даете возможность. Я просто тебе информирую. Вот есть такой продукт, есть такие возможности для развития, для здоровья, для бизнеса и заработка онлайн. Интересно? Да, поехали. Неинтересно? Окей, я пошел дальше. Все. Ребят, вот такая позиция должна быть легкая. Не все будут в Дуалайфе, это нужно тоже понимать. Не все, кто в Дуалайфе будут преуспевать, это тоже нужно понимать. Но главное, ваша позиция и отношение к делу. Нам нужно делать всего лишь такие простые вещи. Пользоваться продуктом, посещать вот такие вот наши мероприятия, вебинары, живые события, обучаться, другим словом. И третье, рассказывать про Дуалайф людям. Все. Три вот таких вот ключевых момента. Продукт, пользуемся, в идеале получить свои результаты, так круто вам дает уверенность и дает такой, знаете, железобетонную уверенность и люди за вами будут идти. Ну и история ваша очень важна. История как по продукту, так и в бизнесе. Посещаем, обучаемся, посещаем вебинары и третье, рассказываем людям про Дуалайф с помощью своих наставников. Все, ребят, так получилось, что нас там немало, поэтому получилось так, что я в основном вещал, мы делаем более узкие зумы, когда мы можем поговорить, когда мы можем пообщаться, чтобы это не превратилось в бардак. Много информации, я не хотел как бы сегодня просить вас говорить, поэтому у каждого из вас есть ваши наставники и более узкие в группах обязательно пообщайтесь, позадавайте вопросы, попланируйте. Вообще, это работа один на один с вашим наставником, потому что всем разные, у каждого разные ситуации, у каждого разные цели и ваша задача с вашим наставником спланировать, поэтому свяжитесь завтра с наставником, проговорите, может быть, пусть он вам поможет заполнить ваш планировщик, может быть, пусть он подкорректирует ваши цели, да, но по крайней мере ваша задача быть постоянно вот с наставником, особенно это важно в первый месяц, когда вы только стартанули. Все, ребят, буду заканчивать, Гаврил, в час ложусь, уже у нас 21.07. Всем хорошего вечера, всем продуктивно поработать своими целями и планами, и увидимся на следующих наших событиях. Я прям очень надеюсь, что скоро прям этот наш карантин закончится, так хочется вживую всех увидеть, и я думаю, мы соберемся у нас, ну для начала у нас в Днепре, а потом в Киеве мы соберемся на события, ну и конечно выберемся в Польшу на большой трехдневный обучающий ЛДС, это прям очень круто будет. Все, всем пока, всем неспокойной ночи, подумайте над своими планами и целями. Чек-то будет.